Добрый день, уважаемые слушатели и зрители. Я доктор Баранова Екатерина, врач-уролог, урогинеколог Ильинской больницы. И сегодня я хотела бы вам подробно рассказать, для чего и кому показана реабилитация мышц тазового дна и что такое реабилитация мышц тазового дна с использованием биологической обратной связи или бостерапия. Начну с краткого экскурса в анатомию. Что же такое тазовое дно? Тазовое дно – это совокупность мышц и соединительно-тканных структур, куда относятся связки, фасции, которые необходимы для поддержания органов малого таза. Тазовое дно принято делить на две части. Первая – это так называемая тазовая диафрагма. Тазовая диафрагма выстилается леваторной мускулатурой и леваторная мускулатура обеспечивает противодействие сопротивления при повышении внутрибрюшного давления. Например, при физической активности, смене положения тела, чихание, кашля и так далее. То есть эта мускулатура обеспечивает расположение органов малого таза, таких как мочевой пузырь, простата у мужчин, матка, прямая кишка и обеспечивает их равновесие. И вторая диафрагма называется урогенитальная диафрагма или урогенитальный треугольник, куда относятся уретровагинальный сфинктер, глубокие поверхностные промежностные мышцы тазового дна. Мускулатура тазового дна имеет в себе медленные и быстрые волокна. Мышцы тазового дна находятся в постоянных тонических сокращениях и могут расслабляться только при физиологических актах, таких как дефекация и мочеиспускание. Мышцы тазового дна являются поперечно-полосатой мускулатурой и обладают таким произвольным контролем. Что это означает? Это означает, что мы можем контролировать и регулировать функцию этих мышц, работу этих мышц. Мышцы тазового дна могут ослабевать и их функция может нарушаться. К этому приводят различные факторы риска, такие как беременность, роды, количество родов, способы родоразрешения, операции на органах малого таза, хроническое повышение внутрибрюшного давления, например, при хроническом кашле у пациентов с хроническим бронхитом или бронхиальной астмой, а также запоры. К этому может приводить избыточная масса тела. При нарушении функции мышц тазового дна наблюдаются следующие симптомы. Это может быть чувство распирания, чувство инородного тела во влагалище, недержание мочи, нарушение функции мочеиспускания по типу учащенного мочеиспускания с сильными позывами к мочеиспусканию или затрудненное мочеиспускание. Это может быть недержание кала и чувство неполного порожнения кишечника, тазовая боль и различные сексуальные расстройства. Реабилитация мышц тазового дна показана как женщинам, так и мужчинам. У мужчин нарушение функции мышц тазового дна часто сопряжено с перенесенными операциями на протестательной железе. Так, недержание мочи наблюдается у пациентов после перенесенной простатоктомии, что требует реабилитации мышц тазового дна с помощью биологической обратной связи. Реабилитация мышц тазового дна – это комплекс упражнений и лечебно-профилактических мероприятий, направленный на укрепление и восстановление мышечных структур тазового дна. По нашим рекомендациям, упражнения для укрепления мышц тазового дна должны выполняться обязательно под наблюдением доктора или инструктора. Реабилитация мышц тазового дна с помощью бостерапии или биологической обратной связи основана на принципе осознанности работы физиологических процессов, или в данном случае осознанности работы мышц тазового дна. В первую очередь сознательному контролю работы мышц тазового дна помогает визуальное восприятие, которое дает информацию пациента о правильности выполнения заданий, которые перед пациентом ставит доктор. При правильности выполнения данных заданий это повышает мотивацию пациента для продолжения работы и тренировки мышц тазового дна. Данный вид физиотерапии известен еще с начала 20 века. Основоположником являлся американский гинеколог Арнольд Кегель, который в 1948 году изобрел и выпустил для массового использования так называемый вагинальный манометрический датчик или перинеометр. Этот датчик является прототипом современных манометрических датчиков, которые мы используем для проведения бостерапии. Основным этапом тренировки является научить пациента идентифицировать, то есть распознавать мышцы тазового дна, которые в норме являются так называемыми анатомически скрытыми структурами. И основой данной терапии является показать пациенту, что он может работать этими мышцами и перевести эту работу на уровень рефлекса. В Иллинской больнице благодаря современному оборудованию мы можем подбирать задания и протоколы индивидуально под каждого пациента, исходя из функционального состояния мышц тазового дна. Внимание пациента концентрируется с помощью специальных тематических заданий, и эти задания помогают тренировать изолированную группу мышц тазового дна. Ну вот здесь, например, мы сейчас можем увидеть, как с помощью монометрического датчика и с помощью визуального контроля пациент начинает выполнять задания, то есть пациенту нужно полностью собрать вот эти вот розовые пузырьки. Задание выполнено. В протоколах чередуются задания, направленные на сокращение быстрых и медленных волокон, что позволяет выработать рефлекс, который способствует рефлекторному сокращению мышц при повышении внутрибрюшного давления. После того, как у пациента вырабатывается данный рефлекс, пациент может продолжать тренировки и в домашних условиях. Данная процедура проходит в амбулаторных условиях с помощью либо вагинального, либо анального датчика и специальных электромиографических накожных электродов. Процедура длится индивидуально, все зависит от исходного функционального состояния мышц тазового дна пациента. В среднем тренировка составляет 30 минут. Как правило, необходимо 7-10 сеансов для того, чтобы выработался тот рефлекс, о котором мы говорим. Если вы отмечали у себя такие симптомы, как недержание мочи, расстройство мочеиспускания, учащенное мочеиспускание с сильными трудносдерживаемыми позывами, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, затрудненное мочеиспускание, чувство давления в промежности и чувство инородного тела в промежности, а также тазовую боль или сексуальные расстройства, то вам необходимо записаться на консультацию к урологу для того, чтобы специалист провел необходимую диагностику, установил диагноз, и специалист подберет для вас необходимое лечение, которое может включать в себя как медикаментозную терапию, так и физиолечение. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова